Всем привет! Сегодня я поэтапно расскажу, как сделать красивую обложку к видео на ютубе. Да-да, идею для превью я решил связать с God of War. Важно! У вас обязательно должна быть установлена программа Adobe Photoshop. И желательно нейросеть под названием Stable Diffusion. Но не обязательно. Запускаем Photoshop и создаём проект. Настройки ставим точно такие же, как у меня. Разрешение 1280 на 720. 72 пикселя на дюйм. Цветовой профиль sRGB. Содержание фона на ваш вкус. Мне удобно, когда фон серый. Жмём создать. И видим, что мы получили проект в формате 16 на 9. Точно такой же, как у большинства видеороликов. Теперь отправляемся на поиск исходников. И не стоит относиться к этому пренебрежительно. Каждый файл должен быть в очень хорошем качестве. А изображённые персонажи органично вписываются и в формат превью. Как только нашли подходящий исходник, жмём по нему правой кнопкой мыши. Копируем изображение. Возвращаемся в проект и зажимаем Ctrl V. После этого в слоях жмём по слою с персонажем правой кнопкой мыши. Выбираем преобразовать в смарт-объект. После этого вновь выделяем нужный слой. Зажимаем Ctrl T. И уменьшаем картинку до приемливого размера. Получив нужное положение, жмём Enter. Советую запомнить, что после каждой трансформации нужно нажимать Enter. А если вы Photoshop открыли впервые, тогда посоветую все технические моменты конспектировать. Чтобы потом было проще. Говоря технические моменты, я имею ввиду горячие клавиши, инструменты, функции и всё тому подобное. Я серьёзно, можете прям записывать. Теперь нужно отыскать фотографии других персонажей. Как я уже сказал, относиться к этому нужно серьёзно. Если хотим увидеть качественный результат. Так что не стоит переживать, если уходит много времени на поиск исходников. У меня это порой чуть ли не самый длительный процесс. Также важно понимать, что мы будем делать очень много обработок. Поэтому исходные файлы должны быть максимально чистыми. То есть без лишнего цветокора, освещения и прочих эффектов. Порой я нахожу разные варианты с изображением одного и того же персонажа, чтобы потом был большой выбор. Пока что можно скрыть слои со всеми картинками, кроме той, что будем обрабатывать. Обязательно выделяем слой с нужным изображением, прежде чем начать обработку. Чтобы эффекты применялись к нужному нам персонажу. Сейчас я зажимаю Ctrl-T и немного увеличиваю героя. Жму по инструменту для удаления фона правой кнопкой мыши, чтобы открылись дополнительные инструменты. И выбираю выделение объектов. После этого навожу курсор на персонажа. Жду пока он обведётся красной линией. Жму левую кнопку мыши. И после выделения, чтобы удалить фон, создаю слой маску. Чтобы менять размер рабочей области, я зажимаю Alt и кручу колёсико мыши. Теперь я вновь выделяю слой с персонажем. Открываю раздел фильтр. И выбираю фильтр Camera Raw. Сейчас всё зависит от исходника. Но небольшой алгоритм действий у меня есть. Практически всегда я убавляю светлые области. Поднимаю тени. Белые можно либо убавить, либо прибавить. Зависит от изображения. То же самое и с чёрными. Теперь я поднимаю текстуру. И в связи с тем, что исходник в хорошем качестве, так делать можно. В ином случае плохое качество может стать ещё хуже. Сейчас опускаемся в раздел смешения цветов. Открываем подраздел насыщенность. И так как у персонажа красная татуировка, я решил, что будет красиво прибавить насыщенность красному цвету. Цвета, которых на изображении нет, я увожу в ноль. Некоторые оставшиеся можно прибавить, если им не хватает насыщенности. А в разделе оттенок можно слегка подкорректировать оставшиеся цвета. В разделе детализация можно использовать уменьшение цветового шума. А в разделе калибровка поднимаем общую насыщенность при помощи самого нижнего ползунка. Также, если вас не устраивает цветовой тон, вы можете его поменять. Теперь вновь выделяем слой, сжимаем Ctrl-L и крутим ползунки так, чтобы персонаж стал чуть ярче. Главное тут не переборщить, а сделать это очень даже просто. После включаем слой уже с другим персонажем и зажимая левую кнопку мыши, тянем слой с ним под слой с персонажем, который должен быть на переднем плане. Таким образом, второй герой окажется позади первого. Чтобы отразить изображение, я зажимаю Ctrl-T, жму в центр правой кнопкой мыши и выбираю отражение по горизонтали. После этого я помещаю персонажа в нужную мне область. Фон я удаляю точно таким же способом, как и в прошлый раз. Но как вы видите, лук в руках героя не выделился. Поэтому я зажимаю Shift и навожу курсор в область лука, жму левую кнопку мыши и только после этого создаю слой маску. Обработку в Camera Raw делаю все по тому же принципу. И думаю, не сложно догадаться, что точно так же я поступаю с абсолютно всеми персонажами, которых я решил добавить на превью. Субтитры сделал DimaTorzok С обработкой пока что закончили. Теперь я хочу увеличить размер абсолютно всех персонажей. Для этого, зажав Shift, я выделяю левой кнопкой мыши слои с каждым. И после этого я зажимаю Ctrl-T и меняю размер. Теперь можно добавить надпись. Для этого берем инструмент текст. Жмем левой кнопкой мыши в рабочую область. Пишем то, что нужно. Шрифт я решил взять точно такой же, какой был на постере игры. Чтобы перемещать и менять текст в размере, делаем то же самое, что и делали ранее с другими исходниками. Чтобы скопировать объект, зажимаем Alt и левой кнопкой мыши тянем нужный нам слой вверх или вниз. И уже потом можно заменить текст у другой строки, нажав два раза по букве T в слоях. Под текстом создаем корректирующий слой экспозиция. Уменьшаем яркость. Заходим в свойства маски и жмем инвертировать. Берем инструмент кисть и зажав левую кнопку проводим мышью за текстом. Важно, чтобы у кисти основной цвет был абсолютно белый, а второй абсолютно черный. После я решил закинуть в проект логотип игры. Нажав по слою с ним левой кнопкой мыши два раза, я открываю параметры наложения. И чтобы устранить белый цвет, зажав Alt и левую кнопку мыши, я разделяю верхний белый ползунок на две части. И левую часть увожу влево до тех пор, пока белый цвет не устранится. После этого я преобразую слой в смарт-объект. Важно понимать, что такой способ удаления фона подходит не ко всем исходникам, а только к тем, у которых всего два цвета. Логотип я поместил позади персонажа, затем скопировал его и поместил уже над персонажем. Но у верхнего слоя с логотипом я создал слой маску, и выделив эту самую маску, я стер ненужные участки при помощи инструмента ластик. Настало время добавить фон. Я не стал растягивать картинку на все изображение, а уменьшил и поместил ее в левую часть. Благодаря этому результат получится более красивым. А справа я поместил уже другое изображение. Правда, пришлось повозиться с тем, чтобы все смотрелось органично. А чтобы нижняя часть фона не была пустой, я закинул в проект фотографию с красивым небом, которую буду использовать в качестве дыма. Зажав альт, создаем слой маску. Берем кисть и проявляем изображение в нужных нам местах. Этот же слой я скопировал и разместил на самом верху. Чтобы добавить дымку и впереди персонажей. Теперь, поверх фона, я создаю корректирующий слой цветовой тон насыщенность. В появившемся окне беру инструмент в виде пальца. Навожу курсор на область, в которой хочу убавить насыщенность. И зажав левую кнопку, введу мышь влево. После создаем корректирующий слой цветовой баланс. Заходим в раздел тени. Изначально я хотел все увести в красный, но потом решил, что красного уже достаточно. Поэтому увел ползунок в противоположный цвет. Опять же, главное тут не переборщить. То же самое мы делаем в разделе под названием света. И соответственно в разделе средние тона. Теперь создаем корректирующий слой уровней. И крутим средний ползунок так, чтобы прибавить фону контрастности. На заднем плане у меня размещен гигантский змей. И чтобы отдалить его от персонажей на переднем плане, поверх змея, я создаю корректирующий слой цвет. Выключаю его. Жму по квадратику с цветом два раза. И при помощи курсора выбираю другой оттенок. Возвращаю видимость слоя. Выделяю левой кнопкой мыши маску слоя. Зажимаю Ctrl-I, чтобы маска инвертировалась. И теперь при помощи кисти проявляю этот слой в некоторых участках. Непрозрачность слоя можно убавить. И теперь, конечно же, рисуем контурный свет. Поверх персонажа создаем корректирующий слой кривые. Привязываем к персонажу. Повышаем яркость белых цветов. Затем в разделах с другими цветами регулируем настройки так, чтобы получился оттенок, похожий на тот, что у нас на фоне. Заходим в свойства маски. Жмем инвертировать. После заходим в параметры кисти. Я ее делаю узкой. Поворачиваю в вертикальное положение. А жесткость ставлю около 50. Потому что такие настройки удобны лично для меня. Вам советую экспериментировать с разными настройками и подбирать удобные для вас. Чтобы менять размер кисти, я зажимаю Alt, правую кнопку мыши и веду мышь влево или вправо. А зажимая пробел и левую кнопку мыши, я могу перемещать холст в разные стороны. А чтобы наклонять его, я зажимаю английскую R и веду мышь в разные стороны, зажимая левую кнопку. Сам контурный свет я рисую при помощи графического планшета. Если у вас его нет, то мышкой вы тоже можете научиться рисовать свет. Но это гораздо сложнее. И чтобы получать хороший результат, потребуется очень много практики. У меня на канале есть ролики о разных техниках прорисовки света и мышкой, и с планшетом. Можете глянуть. Но советую по возможности все-таки графический планшет приобрести. Если планируете серьезно развиваться в дизайне превью. Если же вы делаете превью для себя, то контурный свет по большому счету рисовать и не нужно. Потому что его наличие не делает превью более кликабельным. Он всего лишь помогает сделать обложку более красивой. Закончив первый слой света, я убавляю непрозрачность кисти. Нажимаю на двухстороннюю стрелочку, дабы заменить белый цвет на черный. И после этого аккуратно подтираю свечение, чтобы сделать его более мягким. Продолжение следует... Затем я копирую слой с кривыми. Удаляю слой маску. Зажатый мальтом по новой создаю слой маску. Возвращаю прежние настройки кисти. И рисую дополнительный слой с освещением, но более мелким. Не забываем, что черный цвет нужно заменить обратно на белый. Продолжение следует... И это свечение я также аккуратно подтираю. Изначально я не планировал добавлять источники света, но все же понял, что их очень не хватает. Поэтому я скопировал слой с кривыми, поместил поверх фона и мягкой круглой кистью нарисовал источники света в области неба. Представим, что свет пробивается сквозь облака. Затем поверх персонажа, но под слоем со светом, я вновь создаю кривые, но теперь убавляю яркость. Также инвертирую маску слоя и той же кистью, которой рисовал свет, но с убавленной непрозрачностью. Теперь рисую тени, которые должны идти сразу после света, дабы сделать его чуть более ярко выраженным и соответственно естественным. Субтитры подогнал «Симон» И теперь, точно таким же образом, я рисую свет и на остальных персонажах. В последнее время я стараюсь сделать его небросающимся в глаза, а порой вообще едва заметным. Потому что добавляя на превью контурный свет, очень легко переборщить и сделать картинку перегруженной. Проще говоря, опираемся на минимализм. Возвращаемся к тексту. Делать его чересчур замудренным мне не хочется. Зажав shift, я выделяю слои с текстом и объединяю их в группу. Жму по слою с группой два раза, и открываются параметры наложения, в которых я добавляю тень, повторяющую силуэт текста. А после еще одну тень, более жирную, с большим размером. С цветом текста тоже решил не заморачиваться. Закинул в проект текстуру, в слоях навел курсор между текстурой и текстом. Зажимаю Alt, появляется стрелочка вниз, жму левую кнопку мыши. Теперь текстура привязана к тексту. Размещаю я так, чтобы все смотрелось более органично. А после зажимаю Ctrl L и увеличиваю яркость. Теперь можно сделать обработку в нейросети. Жмем файл, быстрый экспорт в PNG. Для генерации промпта я использую сайт, ссылку на который я оставил в описании. Также в описании я оставлю дополнительный промпт, положительный и негативный. А в самой нейросети, настройки которые я использую, вы видите на экране. Можете поставить на паузу и сделать точно так же. Получив генерацию, закидываем ее в проект и стираем все лишнее. После поверх всех слоев создаем новый. Зажимаем Ctrl Alt Shift E. Все слои объединились в единый. И можно делать общую цветокоррекцию. Такой результат у меня получился. Жду ваше мнение в комментариях. Продолжение следует... Продолжение следует...